Один против двух соперниц. Чтобы справляться на таких поединках, Ярослав трудится каждый день. По словам мамы, юный бадминтонист болеет этим видом спорта и занимается не только в зале по 4-5 раз в неделю, но и дома. И этот труд оправдал себя. Наш спортсмен стал победителем на первенстве Европы по бадминтону, которое прошло во Франции. Самое волнительное было начать этот турнир очень хорошо, потому что я очень сильно волновался. Я знал, что я очень упорно тренировался и я должен был хорошо сыграть. У меня не было неуверенности, потому что я плохо сыграю. Мне очень важно начать. И вот он уже стоит на пьедестале. Блестящая победа. Близкие Ярослава отмечают, что такие результаты – заслуга еще и тренера, который во всем помогает спортсмену. С детьми работать сложно. Надо учитывать не только технические какие-то, технические какие-то там вдаваться в процесс, но и психологический процесс. Очень важно. Потому что у них есть еще школа, что тоже очень важно. Естественно, без нее мы никак обучение. И надо очень грамотно подходить, чтобы и не травмировать ребенка, но и очень заинтересовать его, потому что это может быть его дальнейшей работой в жизни. Россияне завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали первенства. По словам старшего тренера сборной России Николая Николаенко, несмотря на то, что были проиграны некоторые ожидаемые разряды, в неофициальном общем медальном зачете наши спортсмены вторые. И если ребята извлекут из этого чемпионата правильные уроки, в ближайшее время мы сможем увидеть их на следующих чемпионатах Европы и, возможно, в старшей сборной.